И в продолжении темы, 18 общественных территорий региона будут благоустроены в текущем году. При этом на пяти из них планируется выполнить работы с участием средств федерального бюджета. На эти цели направлено чуть более 11 миллионов рублей. Столько же заложено в окружной казне. Подробности в следующем материале. С 2017 года Ненецкий округ, как и другие регионы России, получает на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» – софинансирование из федерального бюджета. С прошлого года эта программа вошла в национальный проект «Жильё и городская среда». Федерация нам выделяла, в прошлом году была, конечно, цифра совершенно скромная, это 5,9 миллиона рублей. И столько же добавлял округ. Кроме того, у нас были ещё дополнительно выполнены благоустройства дворовых территорий, общественных зон и парков. Только с окружными средствами и муниципалитетом. Но, как правило, муниципалитеты вкладывают 1% от того объёма, который требуется. Как отметила Валентина Саутина, с этого года в соответствии с требованиями Федерации об благоустройстве дворовых территорий должно проходить при финансовом участии граждан. Они должны вкладывать не менее 20% собственных средств. Раньше допускалось участие жителей многоквартирных домов в работах по озеленению и уборке территорий. Но дворовые территории мы продолжаем благоустраивать. В окружной части программы этого требования нет. И поэтому мы всё-таки идём по пути, что часть дворовых территорий принимаем и благоустраиваем. К примеру, в районе школы номер 5 рядом с жилым домом появится спортивный комплекс для тренировок и соревнований по силовым видам спорта, а также зона отдыха для детей и взрослых. В районе кольцевой автодороги появится прогулочная зона с лавочками и освещением. Всего в Наринмаре в текущем году благоустроят 7 общественных территорий. 5 в посёлке Искатели, 4 в Канинском и 2 в Приморско-Куйском сельсоветах.